Всем привет, привет, мои дорогие! Сегодня я готовлю гороховый суп с копчеными куриными крылышками. И на 2 литра воды я возьму 1 столовую ложку сухого куриного бульона. Вот он. Одну небольшую морковочку. Я всё уже приготовила, всё порезала. Горох здесь 200 грамм. Горох у меня колотый, я его хорошо промыла. Всегда промываю, чтобы водичка вот такая вот была светлая, беленькая. И замочила примерно на 1 час дорог, чтобы он быстрее сварился. Также взяла 3 картошки. Картошку я тоже порезала на кубики. И вот такие у меня крылышки, их было 4 штуки. Я их разрезала по суставам. Вот такие вот. А вот эти вот кончики я решила не выкидывать, не выбрасывать. Сразу же кину их в бульон. Пусть даёт нам вкус, запах. Итак, дорогие друзья, приступим. Всё, водичка у меня нагревается. Я сейчас буду сюда добавлять сухой бульон. Ничего страшного. Он разойдётся в процессе варки. И сейчас я буду добавлять горох. То есть весь горох. И теперь я добавляю вот эти вот кончики крылышков сюда. Уже сам... Они прям сами туда рвутся, в кастрюлю. Теперь закрываю крышкой. Даю закипеть. И поставлю на средний огонь. И будет вариться горох примерно 1 час. Итак, дорогие друзья, прошло 30 минут. Горох вот так вот разварился. Время ещё есть, чтобы горох разварился хорошо. Я горох не толку и не пюрирую, ничего не делаю. И картошку тоже. И поэтому вот 30 минут, как горох поварился, я сюда же добавляю картошку. Чтоб картошка тоже разварилась хорошо. Сделала вот уже такой вот пустой суп получается. Сейчас он ещё минут 30 будет у меня вариться. Дорогие друзья, забыла вам сказать и показать, что морковку-то я порезала, а добавить не добавила. Пусть тоже варится. Так как я зажарку не делаю, поэтому я добавляю всё сразу сейчас. Всё, суп у меня так хорошо кипит. Хотите посмотреть, что я ещё приготовила? Приготовила я на обед гречка. Здесь у меня уже она тоже доваривается. А с этой стороны тефтели. Тефтели тоже уже готовые. Я их приготовила заранее, заморозила. Сегодня просто сделала соус, обжарила лук и морковку, добавила томатную пасту, водичку, сливок. Всё прокипятила и добавила наши тефтели. Также я сделала вот такую большую чашу салата. Салат из китайской капусты. Тут у меня паприка, морковка и огурец порезанный. Добавлю вот такой вот я ещё. Приправа такая. Тут сухарики с кройтером, то есть с зеленью. Всё просто, легко. Крылышки копчёные. Это я ещё добавлю в суп. Тут у меня свекла. Я её натерла на тёрке. Добавила кедровых орешек и маленькую ложечку майонеза. Всё перемешала. Тоже готово. Вот я ещё в холодильнике нашла сыр. Сыр такой вот косичкой. Тоже решила открыть и скушать на обед. Ну, у нас дети приезжают. Как обычно я тут стараюсь и готовлю. Но я готовлю не только, когда дети приезжают. Я готовлю всегда. Просто сегодня немножко больше. И тут вот эти пирожки. Тут не пирожки, беляши, крепли. И да, там есть один, по-моему, ещё с колбасой пирожок. То есть, который... Ну, не то, что... Я смотрю, что много, да, например, остаётся. Вот испекла я побольше. Остаётся. И я всегда, когда пирожки там, беляши, или что останется, остынет. И я всегда замораживаю в холодильнике. Потом очень удобно. Посмотрите, они ещё немножко заморожены. Но они такие же пышные, когда окончательно растают. Сделала я себе вот такую воду. С лимончиком. То есть, он сейчас стоит и настаивается. Ну, суп у нас варится. Потом покажу дальше. Всё, немножко картошка и маркетка проварилась. Я сейчас хочу добавить наши копчёные крылышки. И потом в конце я ещё добавлю зелень. У меня замороженная. Можно, конечно, и свежую добавлять. По сезону, так сказать. И добавлю ещё лавровый лист. И попробую на соль. Так как крылышки, они солёные. Кошки не нужно будет солить. Нет, наверное, всё-таки нужно будет немножко посолить. Морковочку я всегда добавляю для красоты, для цвета, так сказать. Почему-то у меня дети не едят вот этот единственный суп. Не едят, когда я зажариваю лук и морковку. Не любят они у нас такое. Поэтому варю всё, чтобы нравилось. А для салата, вот для этого салата, я сделала вот такую вот заправку. То есть у нас тут продаётся вот такой вот сухой салатный соус. А тут написано Dielkreuter, то есть с укропом. Нужно взять... Я взяла одну столовую ложку вот этой приправы. Она у меня сейчас уже пустая. Разбавила её с водой. То есть вот здесь на пачке всё написано, как делать. Я, в принципе, всегда смотрю и так и делаю. Разбавила её приправу, эту, тремя столовыми ложками кипячёной воды. И также добавила сюда 3 столовые ложки подсолнечного масла. И немножко соли. И потом заправлю этот салат этой заправкой. Итак, супчик наш почти готовый. Я сейчас всё-таки добавлю немножко соли. Солить будете каждый на свой вкус. Лавровый лист. И я буду добавлять замороженный укроп. Любую зелень туда можно добавить. Добавляем по желанию. Всё добавили. Теперь мы помешаем. И опять дадим нашему супу настояться, закипеть. Итак, мои хорошие, суп у нас готовый. Посмотрите, как он выглядит замечательно. Не густой, не жидкий. То есть самое то. Сейчас я покажу вам, с чем я его буду подавать. Итак, дорогие друзья, суп мой готов. Я делаю акцент на супе, потому что я вообще, в принципе, хотела показать, как я готовлю гороховый суп. К гороховому супу у меня есть вот такие вот сухарики. Я их буду добавлять в суп. То есть каждый добавляет по желанию. Сухарики у нас уже готовые. Они продаются в магазине. Видите, тут написано и нарисовано на картинке. Всё ясно и понятно, что это для супа. Я открыла пачку, взяла немножко. И остальное опять закрыла. Кто захочет, вот со стрипней, с чебуреками или с сухариками, будет кушать так, как хочет. Итак, дорогие мои друзья, я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения. Заходите ко мне в гости. Я всегда рада. Я готовлю с удовольствием простые, понятные блюда. Всем приятного аппетита. Будьте здоровы, счастливы. Всем удачи. Всем пока. Продолжение следует...